Почему увеличивается возможность образования тромбов в жару? Кому следует опасаться возможного тромбообразования? Что делать, чтобы не возникало предрасположенности к тромбообразованию в жару и вообще летом? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно уменьшить риск образования тромбов в жаркое время года. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Образование тромбов приводит к тому, что нарушается кровоток. Тромбы – это фибриновые сгустки, образующиеся на стенках сосудов или на клапанном аппарате сердца. Тромбы могут появляться при нарушениях в структуре клапанов сердца, пороках сердца, при изменении внутренней оболочки сосудов, проявляющейся в случае нарушения тонуса сосудистой стенки, при образовании атеросклеротических бляшек. Провоцировать тромбообразование может избыточная активность свертывающей системы крови, которая бывает связана с загущением крови или с избыточным количеством элементов, производящих фибрин, с чем связаны повышенная возможность образования тромбов в жару. При высокой температуре окружающей среды организм пытается охладиться. Он начинает выделять жидкость через кожу, что приводит к понижению температуры тела. Однако вместе с жидкостью теряются соли. Потери жидкости приводят к обезвоживанию, а значит повышению вязкости крови. Это один из факторов, способствующих тромбообразованию в жару. В жаркие дни, особенно на отдыхе, увеличивается физическая нагрузка на ноги. Каждый осуществляет ежедневные прогулки, возможно участие в дальних переходах, что также приводит к тому, что замедляется кровоток на нижних конечностях и возникает возможность образования тромбов. Вместе с повышением температуры окружающей среды происходит повышение температуры организма, а значит возможно учащение сердцебиения, а потери с потом солей могут привести к нарушению ритма сердца. А это фактор, провоцирующий миграцию тромбов по организму. Кому следует опасаться возможного тромбообразования? Тромбы могут образовываться в любом возрасте, но особенно склонные к тромбообразованию люди, страдающие заболеваниями сердца, варикозным расширением вен, гипертоники, имеющие атеросклеротическое поражение сосудов. Именно эти категории людей имеют больше шансов, что у них произойдет образование фибриновых сгустков, которые нарушают кровоток. Чем опасно образование тромбов? Образование тромбов приводит к тому, что участок ткани, где произошло развитие сгустка, перестает обеспечиваться питательными веществами и кислородом. Происходит омертвение клеток на этом участке. Именно так формируются ишемические очаги в головном мозге и миокарде. Еще представляют опасность те тромбы, которые отрываются и начинают с кровотоком перемещаться по всему организму. Эти сгустки могут перекрыть кровоснабжение к жизненно важным органам. Опасения за возможные осложнения в виде тромбоэмболии, тромбоза, тромбофлебита, воспаления вены в области тромба приводят к тому, что людям, склонным к сгущению крови, необходимо предпринимать особые меры профилактики, которые необходимы всегда и естественно в жару. Что же надо делать? С профилактической целью для того, чтобы избежать тромбообразования, необходимо выпивать достаточное количество жидкости, особенно при обильном потоотделении, количество воды за сутки должно быть около 2 литров. Это касается именно воды, кроме того, желательно употреблять больше фруктов и ограничить алкоголь, который способствует сгущению крови. Носить удобную обувь, не надевать обтягивающую одежду, все это может замедлить, нарушить кровоток и привести к тромбообразованию. Стараться не находиться длительно в одной, особенно не очень удобной позе, например в самолете. По возможности менять положение тела, прохаживаться. Обязательно во время прогулок по жаре надевать головной убор, который оберегает сосуды головного мозга, в которых также возможно формирование замедления кровотока. Принимать лекарства, разжижающие кровь. Использовать народные средства, способствующие уменьшению вязкости крови. Ягоды, лук, чеснок, специи. Если у вас, возможно, есть предрасположенность к образованию тромбов, а именно избыточная масса тела, употребление гормональных препаратов, хронические заболевания сосудов, то стоит позаботиться о том, чтобы не происходило сгущение крови. Берегите себя!